здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на 45 open турнире с джеллиги с вами в студии щелкунов антон всем привет юлия кореш напоминаем что это сегодня последний шанс попасть на наш завтрашний челленджер турнир совсем другим призовым фондом каким таким фондом напомню 50 тысяч рублей все правильно очень большие деньги поэтому всем стараться нужно сегодня запотеть по полной чтобы попасть завтра на турнир и выиграть попытаться выиграть очень-очень большую и аппетитную сумму и в первой встрече у нас встречаются five elements и ага в эту дай вот я если честно не помню название этих команд на наших предыдущих опенах моему они вот последний вагончик пытаются сегодня запрыгнуть и заработать этики five elements по моему по моему уже было может быть может быть эта команда с похожим названием вот а агв да действительно не помню таких новички желаем им удачи удачи да да удачи не повредит конечно не повредит сегодня никому и нам в том числе так у нас уже есть первые баны первые пики five elements мы забрали себе санкинга и вич доктора на первые два пика вот вина мансер андаин выглядит тоже очень интересно это очень противно выглядит да потому что очень много яда и кей постоянные зомби все это замедляет и не убежать из тебя так сказать захватили за задницу вот но тут же five elements это много контроля это уже миллион станов санкинг который подкапывает и касочки которые летают тоже все очень серьезно смотрится но баны кстати у обеих команд достаточно стандартные для нынешней меты отправляется в бан бэйн бристалбэк тинкер убирают вайда инвокера да действительно убрали самых таких надоедливых я так понять не могу как сюда джаггернаут попал джаггернаут не знаю никто не забанил бестмастера обычно бестмастер отправляется в бан просто в первой стадии сразу же и не в бане антимаг он обычно тоже либо в первой либо во второй тут команды может быть хотят ну а играть с антимагом антимага немного подрезали и его нету смысла сейчас просто так пикать его ну теперь только по ситуации стоит брать когда у противника там много всяких действительно магов которых нужно мочить вот а здесь как бы вроде бы пока что таких нету поэтому я думаю что вряд ли мы его увидим пока что я его не вижу сейчас посмотрим что еще команды возьмут вот действительно непонятно как в бан и попал джаггернаут абадон третьим пиком заходит для аджи а это богом забытый герой тоже нужно больше хило но почему смотри замедление амина мансера замедление от он дайанга там бы замедляется бадон есть два хила ну да себе играбельно вот еще каких-то станов и контроля добрать контроль и действительно вообще получается что герой сами по себе достаточно плотно и то есть сэнд кинг и vd ну да у них есть контроль хорошо но с выживаемостью у них похуже дела обстоят согласен а вот он дайанг и абадона их же вообще убить невозможно особенно в первую стадию игры да и в последнюю если у них все будет хорошо в начале у них обычно очень много жизни ну посмотрим еще какая будет расстановка по лайнам все таки я думаю что это будет 212 так в дай для от живи туда и как правильно я не знаю как какие у тебя варианты были и джи вид дай но я не знаю будет мы же не учили английский язык правильно так отмажемся я удавая немецкий вот по немецки а джи будет правильный а джи ну хорошо давай на этом и договоримся покер третьим третьим пиком заходят для five elements ну с клоком то понятно что это будет роумер который будет везде врываться в драку везде мешать вот интересно как пойдет от живи кто куда кажется вот у меня папчик был буквально вот вчера позавчера хуже пики были до были вот он дайанг вивер и было еще аура от дроу рейнджер господи я такого противного изи лайна в себя давно не припомню под тамбой когда тебе бегает вивер под аурой траксы бьет очень много урона влетает тебе нужно убить и тамбук попытаться зацепить этого вира и ты такой не понимаешь что делать урона не хватает мак урона не хватает боль страдания унижения как-то так было смотри агивика отживи кого не хватает мне вот кажется мидера сейчас не хватает я думаю что вина мансер мид и он дайанг вивер пойдут в сложную и кабадону доберется либо его соло бросят какой нет сейчас секунду да нет не получается так я сомневаюсь что на ласт пик оставили какого-то саппорта то есть саппорт пятой позиции он даем будет а может быть это вообще три плав сложную ну блин зачем тогда ну смотри я бы героям просто нужен левел фарм я бы отправил вина мансера с эндайангом сложную потому что это два противных персонажа они там по-моему вообще никому жизни не дадут спокойный вивера с абадоном можно отправить в легкую какой-то милой станешь сейчас нужен мид сильный ну как мне кажется допустим взять какой-нибудь о д неплохо заходит против вк единственное что мне нравится у пика отживи у них нет ни одного стана на команду она для слабых а там-то смотри там 400 на некоторые игроки может быть сайлин серву бане причем сами и самими же забанены ну да у five elements контроля на порядок выше ну как на порядок если допустим как баряны шкале брать то у five elements это 10 а у отживи это ноль это ну прям вообще ну вот кто заказывала на тебя себе аналитика да ну вот мне five elements нравится пик а вот отживи он вроде бы противный но он какой-то непонятный тут нечем ловить убивать контролировать а знаешь что я думаю я думаю что это какая-то заготовочка заранее отыгранная потому как а над пиками героев они как раз особо не задумывались они пикали героев очень быстро ну вот особенно last пик о д мгновенный очень быстрый пик вивера абадона ну то есть ребята явно не сидели не обсуждали не думали то есть из серии берем берем поехали может быть просто взяли там своих персонажей на которых умеет катать в общем посмотрим сейчас все увидим может быть действительно мы что-то не понимаем и сейчас увидим разнос за 15 минут они просто снесут трон или заставят против это что это паук смотри смотри это паук на vd да я такая гадость какая прелесть это ужасно это самый ужасный стиль который я сегодня видела куда это паук и он прям у него делать можно это разведить нет я вот не дружу с насекомыми спасибо нашему оператору покажите но он еще поближе попакать сто процентов какая прелесть это ужасно представляешь просыпаешься ты такой с утра выезжаешь ставить вардики а у тебя вот вот это едет с тобой да я вижу что у тебя слезы на глазах я тебе верю действительно ужасно давай на представим команды так с кого начать начнем мы я пожалуй начну с команды и gv today и так кед играет на андайнге соуса от вивер g7 о.д. шредер абадон и g r 33 77 вина команда 5 элемент милан 23 34 на в райскенге люцифер на паке роллинс на вич докторе бск пряник на клокверке и дисвинг на сэн кинге разбежались у нас команды сразу ставить варды ставится силами тьмы сразу вардец в сложной и там мы видим андайнга о.д. и абадона то есть это все-таки абадон и андайнг видимо идут орду так погоди получается стоп куда вина мальчик просто кусается пока на базе я вот как я сказал как я видел линии так они будут расходиться точно вот прям как я бы сказал ну да абадон перемещается пока на центральную линию варды возможно хочет какие-то поставить да возможно он здесь будет тусоваться помогать которых нет да просто помочь видимо для ауды я сомневаюсь он вроде бы нацелен идти в нижнюю линию и неужели там будет три плана невыносимая мне кажется это лишнее будет а у вивера там тоже три плана ложной и да нужно явно смещаться но это по мне оправданная три плана как мне кажется может ли не будут убивать но по уровню у них будет очень плохо все-таки на троих делить это такое себе но я все равно убивать вивера под абадоном ну вы устанете ребята возможно вы это и сделаете но это не точно возможно устанут нет возможно убьют вивера то есть в теории да им есть чем его здесь убивать снатричок просветочку какую-то но сколько ресурсов будет на это потрачено а потом тем более ты все да всегда может снять просто-напросто вы легкая а тут еще и даблки возможно светит да вот можно и третьего попробовать вообще без проблем а если стики у вивера нет стиков нету не стал не стал гнаться хотя но опасно можно было дождаться там вражеского можно было погибнуть интересно кстати вивер закупился по старой системе по которой нельзя купить теперь прогрейдить стик взял веточку здесь достаточно комфортно стоят вина мансер с анда ингом против танкинга или на его просадили пахута тушим интересно пока получается ну поначалу наверное от живи будут как-то выигрывать по началу потому что дальше мне кажется будет все очень тяжко но убивать а в раскингом без артефактов и там врываться с анкингом без даггера такая себе история прохладная немножко да на формят на формят но там есть под который может принципе без да игра отличные ультимейты ставить но цен кинг погибает в итоге я думаю тому вина мансера будет по фарму вообще просто шикарней все некуда да сейчас он на топ-1 по крипам конечно отрыв не особо большой пока что но все равно он просто дал цен кинга классная пассивочка но и милишников прикольно гонять не вина мансера пока ты дойдешь до этого вина мансера под всякими гелями замедлял коми змейками а у не укачал что ли он пассивку прокачал вина мансер с пассивкой нет 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 без пассивки ну как ты без пассивки есть пассивочка на один непонятно зачем ливер суральевера да сантричок здесь поставили ну вирус здесь нельзя попадать в коги потому что если коги да это смерть да потому что если абадон может стан скинуть чит он то и сколько он его не вытащит образом как тебе комбинушка кидается касочки кидается стан подходит медленно клокверк и ставит коги отлично если абадон не успеет ничего накидать и спасти вот и идет нападение на вк ну вряд ли по миру ноги на клокверке конечно есть ну пришлось их по только вивера это не смущает ли абадона не смущает он просто стоит и бьет его в лицо мы кстати формят вивер и в райскинг одинаково приятно одинаково но все хорошо зато вина мансера и на мансер вообще себя чувствует шикарно кстати примерно на равных чуть лучше формит пак да удачу проигрывать незначительно я бы не сказала что 4 крипа это великая разница ну через минуту будет 8 крипов может быть может быть суши ну тяжело века будет пока что опасно летят касочки есть дискок вертскогами закрывает абадона не попадает по виверу и будет вивер размениваться у вера же кстати я совсем забыл есть же талант на диффуза встроенную да он еще может себе еще дачный талант да и вместе суда они его будут бить и сжигать ману и все будет у него тяжко скидывает стан и уходит но от вот нужен подвышку вырываться на вивере не очень не очень удобно четвертый уровень вина мансера цепляет гелем а он собирается проценту до боли страдания манды 2 на хостер залетает здесь погоняет а д хорошо получается гонять скорпионы не знаю может быть есть даже смысл вообще отдать эту линию потому что он там только умирает фармить у него совсем плохо получается в лесу был он сейчас бы вынес мне кажется больше вот какой смысл стоять на линии если ты даже ну не можешь помешать противникам там фармить никакого либо нужно приходить и помогать скорпиону у него есть целых семь крипов против 26 на вину мансере да так он еще умер сколько два раза уже до два раза дважды ну что-то пошло не так явно вот так сейчас он еще раз умрет дикей у него вообще там нету шансов выживать по идее возможно здесь упор на то что будет фармить ввк лучше чем вивер и будут гонять вивера но вот пока статистика нам говорит немножко обратно и вот стоит скорпион подвышка у себя я уже лапалась лайнами по дефолту если честно ну то есть вот этой триплой убить веника и зомбаря шансов больше чем вот бегать за вивером с абадоном о интересно через аквилу вк я не видел такого никогда бери на заметочку записывай за интересное решение ну кстати антон это же чудесный артефакт его не нужно нажимать почти к его нужно нажимать понимаешь ну и проблемы здесь могут быть у вивера хватит ли урона разменивается он свд заканчиваются коги есть там под центряком а мне показалось или вивер даже не пробовал погибить просто в них уперся и все и бился об них у два раза ударился об коги так давайте еще раз нет если по не постояли еще пол секундочки я думал быть еще раз третий раз забрали санкинга в легкой линии своей ну пока получается выигрывают все линии его забрал соловина мансер получается даже без участия участие уже в принципе у д ну нельзя сказать что проигрывает нам это 6 крипов вот у нас ничего страшного уже 43 крипов поэтому поначалу ему действительно тяжело у него нету способностей для того чтобы фармить а теперь может астрал я думаю прокачал наверно в троечку ну вот клокверк смещается на центральную линию ну а будет буду но видимо хотят все-таки убить а д слишком они решили что у него все заходишь на зомби а как они собираются пока догонять тратит арбунь а ну кей продолжать нечем станов как говорится нету в этой команды есть dream coil и ставится там банах и гранд закрывает а д пытается убивать здесь тамбу если дикий но он еще может пожить может пожить вот детей нет все это виду стомба минуса зомби много денег отдал главное что при этом выжил д д д д д д д остался жив сэнд кинг и клокверк приходили явно не зонда энгом на мид я вообще не понимаю зачем зомби шел на пака в мид у него нет ничего что он может предъявить возможно поставить там будут спушить вышку как вариант почему нет такой себе вариант по моему вот-вот нашли скилл неуязвимость против этого пика телепорта да действительно можно делать что угодно если воды рядом нету сбивать больше никому ничем ну вот скорпион все-таки отошел в мид делая тут стаки но ему будут мешать эти стаки забирать потому что тут стоит варвар все видит а вот уже выходит его сейчас убьют его просто-напросто ставится сантря гель дикий дайте там парочку тычек а вот потратил ульт но зря но зря до должен выжить хватит регена от фонтаны платочку покупает не хватит смотри как больно при этом в рай скингу далека очень сильно болели вина мансера это хорошо но большими силами убили пришлось паку сместиться просто обрати внимание на статистику 49 на 28 или на мансер ну сейчас на мансер не такой сильный а я думаю уже можно перейти на страничку с нитвор сами да мы же ожидаемо вполне 2 800 вк что у него кроме аквилы ничего же нет может быть пт появилась наверное все зомби бегает ищет а пока еще нет даггера я думаю что еще нету нападение на вк у вк нету ульты его сейчас должны забрать лишь бы гелем достать вот лишь бы достать нет все таки не достают подружку не забрать вышку а если змейки на веномантере 8 ставится тамба заходят за вышку не попала елем окну здесь вещдоктор должен умереть никого за собой наверно не заберет и отходит все отходит все молодцы можно кушать вышку продолжать какой агрессивный веномантер ничего не стесняется чего ему стесняться арба была только что потрачено а нет у даггера и это минус пак ваших тебя не спасет дружище ну неплохо неплохо маленько потяну время но здесь должен погибать конечно веномантер за такую держать пока 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 неплохо так включается вот вич доктор уже вернулся получилось есть ли таймлапс манны не хватило но здесь уже да на фидели на абаддона тоже нет ульты нужно просто бежать отсюда и станчик прожимают шрайн так ну допустим у дэни было всю дорогу в драках он не участвовал может быть он много там нафармил да он стал топ-2 по курсу нет уже топ-3 ну в общем пока он догнал теперь пока догнал посмотрим время есть уже форставчик на веномантере дальше это будет и к заявочка до заявочка на линкен сферу на вивере в принципе да здесь нужно линка ну вот я блин не уверена если честно мне кажется бкб было бы эффективнее хотя да не локверк шо ты блин нет линка мне кажется здесь очень даже нужно и бкб здесь понадобится я бы сказала что тут нужно это и другое так что все правильно я думаю он делает а здесь клок пытается забрать соло ну там остальная команда на подходе а вот сейчас вот может да все таки прилипли на мансер отсюда точно не уйдет ему не дадут даже с заюзать пытался уехать на портстафе нет хватает урона сейчас увидит тамбу нужно зомбарю просто уходить отсюда но зомби молодец разобрался с клокерка но сейчас так имеется шанса забрать да должен забирать арбан да мало стиков а вот и даггер подъехал ну вот сейчас отдаваться зомбарем было вообще не обязательно нужно было на тп уходить либо бежать оттуда сразу а здесь под шумок вивер забирает т1 вышку т1 падает оттуда на миде но заданная вк свои сооружения вот живи как мне кажется как и не собрано играют начала у них было очень хорошая сейчас они просто отдаются сейчас будет очередной фраг на ком-нибудь о видер даряется об коге любимое занятие мне кажется что он все-таки не дофармит линку а я бы психанула и купила драгону лэнс уже на драгону лэнс ну такой артефакт по моему не вообще не обязательный но не увидит в лесу скорпиона не угадали на не в ту сторону пошли скорпиона уже ты сейчас тысяча сто еще тысяча монет и будет даггер и он станет вдвое опаснее здесь разбиваются смоки от команды five elements и они идут искать своих противников на нижний line могут очень неудачная позиция у вивера он будет находиться на лоу-граунде есть блин к неплохо а успеет добить на успех но не контроля контроля много очень он здесь один был контроля просто сверху хватает можно даже не по таймингам давать станы и все будет хорошо все равно но отдает потихоньку свое преимущество единственное вышки тоже пушат неплохо да и сумма деньгам и вот видим что преимущество о отживи все-таки на их стороне отживи нужно просто сейчас давить как можно быстрее как можно больше сносить выше потому что я бы советовал еще делать это как минимум вчетвером как минимум вчетвером до серии 4 плюс 1 если они будут постоянно тратить смоки и газы ты свое время на то чтобы гангать половина там где ты бегал окей тупай фермент имеешь визу веры играет за а джи я нет про отживи потому что бросаете соло вивера пусть там его где-то убивают сносите все остальные лайны вчетвером а чтобы вверх просто бегал где-то там один да ну не знаю мне кажется вот виверу как раз нужно в драках участвовать активно неплохо хороший саленс хороший ульт отличное нападение это должен быть быстренько минус от дуды себя прячет немножечко еще поживет отличный вот от скорпиона юзает салют от вина мансера в свою очередь но и живет живет у да и проблем сижу минус 3 убили только абаддона зацепит липака под гелем он взбивается ему даггер постоянно еще один даггер так как он смог прожать даггер на нем же висит яд ну во время тиков типа между тиками он же когда в шифту он не получает урон от яда поэтому так она собственно не получилось не хватило маны не хватило но этого 4 в 1 размен плюс 1000 голды да вроде бы неплохое начало было но не хватило урона пультов не хватило контроля и все таки нет ульты были поставлены между прочим все хукшотом попал в крипа клоквер вместо угоды успел закрыться и очень долго пожил атака на вивере уже это прямо есть талант который жжет ману но пока что не сильно жжет не столь опасно так отличный хукшот там был по моему по виверу да все таки его закрыли в коге начинают бить нам стан за странным нужно успеть нужно успеть успел отходит нужно бежать есть ульта у абаддона просто потом оба он здесь останется это даст и потрачены в пустую веру идет минус абаддон ну хотя бы так хотя бы так это фраг для века сейчас очень нужно какие-то деньги потому что вы как принципе он не неплохо идет и типа на творце 2 где-то где-то середине он же все-таки фармил плюс он убивал а у него есть уже блинк мама не было блинка еще наука не там блинка нет вообще интересно что он собирает не обращал внимание покажите нам товарищи в к таке по кокверку слушай ну там почти хватает вот если бы вивер не пробежал куда-то там мимо и дал бы пару тычик он бы наверно отправился бы в таверну ходы есть инвиз на руна можно что-нибудь придумать не сделать ну как-то собираться нужно больше все равно не ждать пока там противники в доме чего и дагира вот уже появился дагер на танкинге дискорд выходит так у него кстати практически есть уже часто паки собирают и у немножко сейчас непонятное действие от команды и дживи вот они тусуются в районе упавшей один вышки противников при этом у них там не вижу на него ордов не сэндриков никаких не смогу что вы там делали зачем вы туда ходили но я сейчас они фармят лес 4 немного непонятные на мой взгляд действия ну видать не могут понять а что делать под растерялись возможно парни у команды five элемент состоит хороший vision и нападение фарм они видят у команды от живи вот стоят два ворда на рунах все которые по сути ничего не дают вот вот на каркала на каркала он поставили ворды на целая куча вордов и вина мансер тоже спамить свои ворды и шамба и ворды обычные сын тряк да решили они по-серьезному снести вторую вышку в мире там пока занимается сплит пушем вы к такой себе сплит пуш вот мне кажется ему нужно в драку срочно пока потому что отличный ультимейт от у д просто джок ману все паку пак не смог поставить не dream call никуда не уйти до смотрим навыка который спит пушит саблей это очень за это можно наблюдать вечно мне кажется сейчас можно в наглую подниматься и бить хайграунд 44 секунды нет пока самое страшное что там может случиться ультимейта цен кинга и нам еще сейчас оператор намекнул что в к пушит табер и при этом у него шесть скелетов и он их не зовет на помощь это для слабых возможно не в курсе человек что можно нажимать эту кнопку он думал что на века одна кнопка активная теперь 2 шок просто простите 3 извините тогда это тоже очень важная кнопка это же можно нажимать подожди 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 у него еще есть стики и выкли он пушит с выключенной аквилой мне кажется он очень уверенный себе молодой человек а ему не нужна помощь он в соло понимаешь там папич за рулем как думаешь 0 помощь вк или все-таки команда мне кажется что вы к до трона уже дайте пока там будет 2 падать ну вообще это конечно сильно интересно его команда наблюдает за его действиями я думаю только поэтому паузу то и поставили так отжимается пауза начинает продолжает точнее падать т2 вот они скелеты пошли аквила пока не включается на ловкость все хорошо нормально там ну что-то пошло не так своя ты один упала быстрее а это два простите ну слушай но века тоже снес вышку неужели он пойдет дальше а скелеты вот скелет вот что за дурацкое вообще изобретение они просто бегут своей дороге куда они пошли бить просто лесных крипов их царь идет короче ну туда дальше line пушить они идут ай в общем уже начинает падать последняя вышка нужно бежать сейчас будет врыв встает пак уж но это иск отличный ульт очень много урона минус от д быстро очень важный фраг ну просто на 5 секунд раньше нужно было отойти совсем драка бы выглядела по-другому видели прекрасно что встает пак очевидно что будут инициировать там был живой санкинг вместе с ультимейтом а пожадничали пожадничали пасы сколько у вышки хп сейчас добьем и отходим вот часа добьем и отходим ну вот что мешало зайти это в следующий заход какой как обычно нужно в доту играем вот у нас то же самое всегда уже прекрасно их понимаешь просто жадные жадные в райскинге с пт на ловкость дамы и не такое видели вот смотри появился даггер появился даггер у него еще есть перчатка что хочет сделать перчаткой если какие-то не дас перчаткой не давай подумать и варианты армалет армалет уже поздно делать поздновато вообще может быть это будет доминаторы скелетиком какую-то компанию вот этого тролля призвать который еще вызовет скелетика ой а подожди я забыла кто вызывает роль есть до троли такой да и просто армия скелетов эти то дурачины в лес вечно убегают работяги вот его призванные подадут влагостный пример как нужно что эти пушите с чем сражаться появляется линка на вивере и во что он выходит суши давно не видели вивера вивер до сих пор бегает без тапков без ничего но он себе это может позволить на самом деле я думал что вивер это все получше а у него как-то команда уже была рядом вообще мне кажется очень нужно кб на у д как раз такие да ему сто процентов нужно и как можно быстрее и вот исходы драк начнут выглядеть вообще совершенно по-другому убивать руки а немножко устать из уходы как появится раньше ну так получится года не стоит в контроле а конечно а что-то может предъявить ему века если он не может стан кинуть вообще ничего просто воды будет ну там буквально три-четыре тычки он делает с руки вешает ульт и все на этом не но еще воды явно до собирает себе пику да да пика уже есть ну пока у нас затишье такой клубе команды не понимают что делать вроде бы как лесной фарм да есть сигналы от команды и gv на рошана возможно все таки зайдут попробуют но я бы не стал бы рисковать нужно нужен мне кажется смог и делать хотя бы один минус и только после этого идти потому что если там накроют массовыми ультами у вас в рош пить это ваша песенка будет спета но нарушала сейчас что одно что другой команде заходить крайне опасно да без минуса нельзя ни в коем случае форстаф есть у коперка это неплохое приобретение для него но кубик да вполне себе комфортно чувствует здесь возвратки нужны мне кажется что обязательно что увы к что у покерка потому что разбивается смоки заходят куда на рошу да нет нужно делать минус сначала они думали что отживили как раз идут чекать вражеский леса вражеский лес никто не фармит вижу на там нет сейчас смог должны увидеть суши но они все они отчаялись вниз обратно нападение на воды так хорошо и станут пытается его выказ завалить кушать ну неплохо неплохо ауды и внешне убирают отличный ульт от вина мальтера между прочим стоит the smart нечем сбить просто убивает руки в д и нужно добивать ливером слушаем вы как короче пока разваливает у него полная мана была раз переродился слушать часто его точно хорошо вот и только умирает но на него напали первым до рука заятам был хукшот если не ошибаюсь оба дуна или в зомбаря не было должно потом туда прыгнула выказал стану за его подкопал санкинг следом и 0 кассачки ну там сложно было выжить бкб нет а нужно нужно бкб на подходе у вк ну как вы подходит фонова собирается делать здесь вышка сто процентов упадет прожимается гриф мне кажется мне кажется рановато я бы не стал тратить его на вышку на 100 процентов пойдет рей встает до вышка все-таки упала и нужно отойти не нужно быть такими жадными там сейчас же все встанут ребята да можно можно продолжать там нет у скорпиона ульта сто процентов уже не тратил раз я вижу копа влетал там есть dream coil можно спокойно сейчас зайти на рошана там побить какие-то шайны в капли задумался выбирать артефакты выбрал похоже делает т.п. так начиная отбить команда и джи рошана дефуза да есть дефуза вот теперь увыкаю там действительно кит проблем должен начаться хотя его вообще не бьют драки заметил мне кажется вы просто кайт игнорит с другие цели сначала убивают всех остались его оставляют на сладенько суши ну five элемент вроде бы все понимают что бьют рошана кроме кокер к мне кажется там есть некоторая несогласованность именно так куда пак залетел но очень рискованно очень рискованно суши его могут сейчас и не отпустить а хорошо silence так уходит в shift сейчас откатиться тагер наверно нет не откатился еще минус вообще как-то дешево себя пак без байбека можно найти добивать бараки отпушить line очень нужно быстренько а у кого егис мне кажется надо было отдать ну неважно но оды кстати вы к башка появится наверное раньше чем все таки навыка если не заберут сторону бараки без конечно крипов тяжеловато получается а сейчас они подойдут вам зомбарь уже ведет и минус вич доктор манта стоял есть на веномантере у веномантера вообще все шикарно в этой игре да веномантер действительно жесткий не знаю что там фиксили веномантеров и вот здесь была линия выиграна так там пытается зажимать локер к ушам на т.п. по прежнему уходят как вначале игры все все убежали на т.п. но пока нет никаких не хиксов не башеров сбивать цеплять нечем кроме а здесь уже по-моему да и все равно уходят ладу solar крест с арканами плохо цепляют до мека тоже так себе артефакт для это вот юлы выходит юлами единственное можно будет сбивать здесь в принципе можно особо то и не сбивать ничего уходит и пускай идут ну а мы просто пойдем в пятером и и будем вышки завышем оси да а bkb появляется на вивере нужно привести курьером его до драки но не у него 19 уровень еще нет 20 нет еще одного таланта а что у него на двадцатом что-то интересное не знаю даже но две атаки для уничтожения жука по моему неплохо мне кажется vision как минимум дает да да в драке их вообще сбивать вы теперь очень долго получается не сбивают блинки паку сбивают блинки санкингу приятно ну и еще один заход теперь по низу ну теперь это заходить будет покомфортнее есть и эгисты есть мека есть solar крест да все и сейчас есть бкб и нам анти будет спамить варды флокверк перетянулся вниз на помощь ну так вроде бы могут откидываться сверху решают отойти или не отойти или просто курьера что-то кому-то да бы к перелетела бкб для удачи ждали бы к башку да как куда выше а скорпион юзается ульта от вина мансера попадает только по скорпиону это должен быть минусом и как его звать забыл и продолжается если выживет погибает здесь первый раз у дс байбек от вич доктора бкб шки просто под фонтан бежит вивер бежит под фонтану д но это конец это точно ультимейтом внезапно там пока до добила это моды да за компанию они все-таки доста на килл достался виверу там жучки в веселье да тяжело пробивать вот он самый сильный скилл при нечем сбить да ну только авто атака здесь уже просто издеваются мне кажется можно уже писать на этом моменте да конечно слушай нет я теряю ждал теряет надежды не теряет надежды я все-таки думал что это живи не смогут таким пиков он как бы сильный живучий ну все-таки контроль в доте очень многое решают ну как мы видим контроль вообще не обязательно интересно да не успел бы собирать себе бкб в райскинг 16 уровень всего дух в к ну честному какие-то артефакты и не знаю и ты неинтересно то ли дело радик у радик ради хорошая что если это быстро не сдаются не сдаваются команда five elements дефают трипов и есть еще по одной стороне бараки есть даже ты два вышка да типа есть шансы конечно можно фармить прям на базе ну 24000 преимущества если честно я не верю я видела разные драки мне кажется немного не тот и здесь да здесь нету кого-то героя который может перевернуть игру ну да хорошо появится вас бкб на в райскинге на его также будут кайтить от него убегут разбегутся и над гелем да конечно у него сейчас его у вк нет урона у него просто нет урона его даже не надо бить он просто умрет от стыда когда вся его команда погибнет понимаешь что у него есть мне сам я бы умирала от стыда вот еще на моменте когда ты собираешь не включаешь бараки ты не включаешь аквилу при этом мне кажется стоит немного об этом задуматься я возьму на заметку перчаточку перчаточку переложил в рюкзачок она же была приносила удачи даже ты зачем все-таки заглядывал свой инвентарь он видел что там лежит перчаточка но аквилу по-прежнему игнорирует ну его знаю то его знаю очень плохой ультиме это цент кинга сбили ему видимо блинк не долетел ну падает тем временем последняя сторона клокверк это самый сильный пушер в их команде он пытается запушить линию ничего у него не толком не получается а минус третья сторона это мега криплы здесь все наконец-то пишется gg и все и мы поздравляем команду и живи с первой победы сорок пятом опыне посмотрим доберутся ли они до финала вот ну вроде бы ребята как мне показались не слабые туда интересная кстати была первая карта достаточно напряженная я бы все-таки посоветовала включать вк аквилу раз уж ты собираешь вот и желаем командам five elements больше тренироваться команде gv желаем удачи в следующем туре а мы уходим на небольшой перерыв до никуда не уходите скоро вернемся